На портал Экзегет поступил вопрос. Царство Небесное и Царство Божие это одно и то же? Короткий и предельно простой ответ. Да, это абсолютно одна и та же реальность, описываемая евангелистами с разных сторон. Мы когда-то уже упоминали с вами о том, что у каждого из библейских авторов есть своя аудитория. Ни один из них не пишет куда-то абстрактно в вакуум. Есть и люди, к которым он обращается во-первых и главных, а потом уже и все остальные читатели этого текста. Вот ориентируясь на эту самую аудиторию, автор подбирает такого рода термины и обороты, которые этой аудитории будут лучше всего восприняты. Таким образом, говоря о одной и той же реальности, у евангелистов мы встречаем как минимум три термина. Это Царство Небесное у Матфея, Царство Божие у Луки и Марка и Жизнь Вечная у Иоанна Богослова. Все они абсолютно об одном и том же. Собственно, Царство Божие самый общий из терминов, который указывает во-первых и главных на то, что на определенном этапе тот факт, что Бог является правителем мира и единственным его настоящим монархом, станет абсолютно очевидной реальностью. Об этом мы, собственно, молимся в молитве Отче наш, прося, чтобы Царство Господне свершалось, реализовывалось на земле, ровно так же, как прямо сейчас оно уже полновластно в сферах небесных. Почему Матфей использует термин Царство Небесное? Это очень простой оборот. Иудаизм очень осторожно относится к хранению заповеди «не упоминай имя Господа Бога твоего напрасно». Стараясь во всех тех случаях, в которых можно использовать вместо упоминания Бога некий эвфемизм, какую-то другую форму, отражающую те же самые смыслы, использовать лучше его. Ну, то есть, например, во многих текстах раввинистического иудаизма мы вместо упоминания имени Господня встречаем ремарку «Баруха Шем», то есть «благословенное имя». То есть, имеется в виду, вот у нас идет-идет-идет текст молитвы, и там, где мы бы обращались к Богу, мы говорим «и вот к благословенному имени». То есть, мы так благоговеем перед именованием Божьим, что стараемся его вообще лишний раз не упоминать. Матфей действует внутри этой же самой логики, и поэтому говорит не о Царстве Божьем, а использует эвфемизм «небесное». Понятно, что имею в виду Царство Бога, пребывающего на небеса. Иоанн, соответственно, обращаясь к этой же мысли, говорит о Царстве Божьем или Царстве Небесном качественно, то есть, своей аудитории он объясняет, а в чем оно, собственно, заключается. Это не только монархия Бога, явленная в мире, это совершенно конкретным образом касается каждого из живущих, а именно, Царство Божие проявит себя как жизнь вечная, как абсолютная победа Бога над всяким своим врагом, первыми из которых является грех и смерть. Вот в этом наступающем Царстве Небесном, в этой абсолютной монархии Бога, жизнь вечная восторжествует в полноте. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok